Из стакана молока три ложки содержимого переливают в стакан с чаем и тщательно размешивают смесь. Затем три ложки смеси переливают обратно в стакан с молоком. Чего теперь больше? Чая в стакане с молоком или же молока в стакане с чаем? Я решила. Молока в стакане с чаем. Больше? Больше. Почему? Смотрите, когда я первый раз три ложки накладываю в чай, то там у молока нет никаких примесей. Ну, в смысле, если у нас считается, что идеально чисто. Ну, было нормальное молоко и самый вполне себе хороший чай. Было два стакана. Когда я перелил, то я перелил без примесей. То есть я полную тревожку накладываю. А когда второй раз, я не полную тревожку чаю, наверное, чуть-чуть молока. Да. Ну. Ну и что? Ну вот. Ну что, решение неверное. Думаем дальше. Неверное? Даже ответ неверный. Что я знаю, я тебе не знаю, я тебе не знаю, я тебе еще дать. Есть вариант, когда и в том, и в том стакане по три ложки. Тогда чая в стакане с молоком и молока в стакане с чаем будет одинаково. По полторы ложки. Замечательно. А другие случаи? Другие случаи. Ребята, я предлагаю, поскольку трудно разбираться с чаем, с молоком, давайте сделаем так. От непрерывной задачи перейдем к дискретной. Представьте себе, что у вас есть, ну я не знаю, скажем, класс, в котором 15 мальчиков и 15 девочек. Да. И они стоят с одной стороны, вот справа стоит 15 мальчиков, и на большом расстоянии слева стоят 15 девочек. Представили себе ситуацию? Да. После этого... От мальчиков переходит два к девочкам. Почему два? Три. Три к девочкам, они там мешаются. Ну мешаться не обязательно, совсем, просто спокойно стоят. Получалось, с одной стороны 12 человек, с другой 18. А после этого три человека, неважно кто там мальчики, кто девочки, три человека из той группы, где сейчас 18, переходят направо. Так? В какие случае возможны? И подумают. Может быть не обязательно 15. Пусть будет 150 девочек, 150 мальчиков. По-моему, 40. Вот, вот, вот. И уходить будут так, не обязательно три. А, я не знаю, 30. А это просто можно... А можно 20. А можно 20. Важно, что возвращаться будут. Смотрите, уходят там или 30, или 20, но... Мальчиков. Да. А возвращаются случайным образом. Кто-то мальчик, кто-то девочек. Но важно, что возвращается ровно столько же человек, сколько пошло. То есть, если 30 мальчиков пошли, то 30 человек возвращается. Да, но они не совсем то, что в смеси. Абсолютно. Тут уже могут прийти обратно только мальчики. А могут наполовину мальчики девочки. А могут там, не знаю, там 20 девочек, 10 мальчиков. Но это не смесь. Это не смесь. Но дело в том, что и в задаче про смесь абсолютно не важно, хорошо там перемешивали или нет. Я понял. Секунду. Слова про тщательное перемешивание были только, чтобы вас запутать. На самом деле, в этой задаче важно... 300 человек, 150 мальчиков, 150 девочек. Вначале стоят там девочки, здесь мальчики. И переходят, я не знаю, это 50 человек мальчиков взяли, побежали к девочкам. Стало там 200, здесь 100. Нормально? Да. А вот дальше возвращаются не обязательно мальчики, которые ушли. То есть, если мальчики, которые ушли, возвращаются, то понятно, будет опять поровно. Возвращаются... Если только девочки, то тоже будет поровно. А на самом деле, не важно. Смотри, возвращается, я не знаю, 40 девочек, 10 мальчиков. Что тогда стало? Там осталось 40 мальчиков. А здесь? 40 девочек. 40 девочек. Ну, теперь додумайте это все, и получится решение. Потому что нет все количества. Когда я перешла несколько количества молока, в трех ложках, я еще возвращаю туда молоко, а назад. Ну, естественно, ну... И что? Ну, вот. Значит, можно было не полной трех ложки туда наливать, а можно было заранее вычесть. Конечно. То молоко, которое вернется... Можно было наливать в какой-то третий стакан. А чай в четвертый. Ну, нет, ну, третий, четвертый стакан, я бы уже от рукава. Нет, а вот мысль прозвучала. То молоко, которое вернется, могло бы и не уходить. Да. И тогда что будет реально? И тогда я... У вас есть стакан с молоком. Да. Некоторое количество его переливают в чай. И только чай переливают ровно столько же молока. Да. А молоко ровно... Он сказал, то молоко, которое возвращается, могло бы сразу и не уходить. Но то молоко, которое не возвращается, это не то же самое, что три ложки. Неважно. Сколько-то? Да, несколько. Сколько-то? Мы же это делаем много-много раз. Нет, ну только... Да. Мы могли бы этим вообще заниматься. Много-много раз. Мы могли бы переливать вообще любым способом. Мешая, не мешая, абсолютно не важно. Важно, что в конце количество жидкостей стали такие же, как в начале. То есть представьте себе, в начале был стакан молока, стакан чая. После этого переливаем, 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 мешаем, не мешаем. Абсолютно не важно. Важно, что в конце стало тоже по стакану. Поймите, ведь реально что произошло? Какое-то количество молока из стакана молока ушло в чай, и ровно столько же из чая ушло в молоко. На самом деле, мне кажется, в терминах девочек-мальчиков это даже понятнее. Вот представьте себе, у вас стоит толпа, там, не знаю, 150 девочек, 150 мальчиков. И после этого они просто расходятся по двору и ходят, не обращая внимания на то, кто из них там девочка, кто мальчик, просто ходят, 300 человек, как хотят. И это может продолжаться там целый день. А вечером они выстроились опять по 150 человек. Там, где раньше были только девочки, сейчас стоит сколько-то там девочек и еще несколько мальчиков. Там, где были мальчики... Там, где были мальчики, там стоили сколько-то мальчиков и х девочек. Совершенно верно. Столько же сколько-то мальчиков. Ты говоришь, поровну? Ну да. Потому что, вне зависимости от того, как они там гуляли весь день, в конце фактически произошла замена нескольких девочек на мальчиков, и для баланса должно быть абсолютно поровну. Согласны? Ну да. Продолжение следует...